Подели, дели, дели Цену по четвертям подели Не откладывай сразу купи Подели, дели, дели С Подели от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями Выбирайте магазины на подели.ру Всем привет! Мы приехали на остров, который наслаждается свободой, любит мир и футбол Это место силы европейских игроков Многие из них владеют здесь домами Каждое лето сюда приезжают Месси, Криштиану, Зидан Именно сюда повез друзей Джек Грилиш отмечать победу в Лиге Чемпионов Мы на Ибице! Vamos! С нами наши друзья Николай Абольский уже 4 года играет в Испании А с этого лета он главный форвард футбольного клуба Ибица И Василий Березуцкий Амбассадор красивого футбола и красивой жизни Который теперь живет в Испании Вместе мы изучим Ибицу Почему тут так классно играть в футбол И почему этот остров не только про то, о чем вы подумали Ты должен сколько забить голов в сезоне, чтобы ты собой гордился? Мы должны выйти, тогда я буду гордиться и собой, и командой А если не забьешь ни одного мяча? Подпишу прямо сейчас, если команда выйдет и я не забью ни одного мяча Ну конечно не очень для меня, но самое главное сейчас это подняться в категории Коль, мы тебя поздравляем Отличный матч, отличный гол Ты счастлив, я смотрю? Да, я занимаюсь своим любимым делом, конечно, я счастлив Какая оценка? Восьмерка Восьмеркой? Ну потому что считаю, что мог забить еще Я бы поставил ему побольше, 8.5 Он сегодня не потерял ни одного мяча, за все мячи зацепился Дал возможность защитникам, полузащитникам выходить вперед, поджимать, все отыграл Уровень очень хороший, это Испания, друг, где все играют в футбол Коля похож по типажу на Жеру, который очень хорошо цепляется за мячи, который хорошо играет в подыгрыше Но за счет этих качеств ему придется играть Он много бегает, много прессингует, много работает, что форварды, наверное, другого типа не любят А Коля сегодня носился, отработал, было еще два момента, не забил, бывает, в следующий раз забьет Плюс еще меня очень удивил стадион, очень прикольный, маленький, очень клево, и атмосфера После забитых мячей включают музыку, весь стадион танцует, прыгает Вообще вот с этого я бы все кайф кайфанул, я уже просто ждал, я уже понимал, что забьют гол, музончик врубают, диджей в перерыве играет Здесь такой немножко, не такой типичный испанский футбол, все равно он на контроле, но больше построен под определенную задачу Этим нужно попасть в секунду, поэтому тренер подстраивается под определенную ситуацию Потому что когда у тебя футболисты не такого уровня, как пока в реале, хотя ты доедешь, вероятность ошибки при контроле или еще где-то, она как бы увеличивает Задача забить гол, задача выиграть, остальное уже в ля-лиге Марко, ты был классным нападающим в кальчо, а теперь выбится новый девятый номер, Абольский, что думаешь о его игре? Мне кажется, что у него есть все необходимое, он быстрый, техника на высоком уровне И у него есть цель, цель доказать, показать себя в начале нового сезона Я думаю, он забьет в этом сезоне 15, если не 20 голов Если будет играть так же, то забьет, у него есть все качества, даже для того, чтобы играть лигой выше 20 голов? Еще раз, я думаю, что он сильно превосходит эту лигу У него может быть отличное будущее Я знаю, что ты всегда любил приезжать на Ибицу, многие итальянские игроки сюда приезжают отдохнуть А сейчас для тебя Ибица это что? На первом месте отдых или футбол? Ибица мне всегда нравилась в первую очередь природой На острове она шикарная Я, конечно, больше любил это место в молодости, сейчас я уже староват, рано ложусь спать Это мой дом Я люблю Ибицу Тут можно найти гораздо больше, чем просто тусовки Здесь есть все, не хватало только футбольной команды высшего уровня Но над этим мы тоже работаем, хотим сделать местным жителям такой подарок А почему все звезды футбола в восторге от Ибицы? Потому что это прекрасное место Тут море, замечательная еда, климат, развлечения Все, что хочешь Сюда же приезжает со всего мира За эмоциями, за уникальным вайбом А мы, в свою очередь, стараемся развивать еще и спорт на высшем уровне С первого уровня Спасибо, Марко Плачу Плачу Жди, спорты, Марко Плачу Спасибо, спорта, Марко Но король среди них, конечно же, XG. Модель все еще многим в новинку. Вот, например, что недавно говорил в интервью Леониду Слуцкому главный тренер Ростова и сборной России Валерий Карпин. Вот это, честно говоря, вот эти PDA, PBP, PGT, PKH. Вот я вообще не в курсе, что это такое. Что дают эти цифры? Нет, ну вот я просто вообще не понимаю. Если вы понимаете, о чем речь, для вас есть очень важная новость. Теперь XG в приложении моих давних друзей из Винлайн. Они дают отличную возможность тем, кто действительно плотно погружен в футбол. Винлайн первым из букмекеров добавил продвинутую статистику, в том числе XG по командам и бомбардирам. Готовы поставить на ожидаемые галы Холланда, Кордобы, Реала или Зенита? Тогда продвинутая статистика в приложении Винлайн – ваше главное усиление сезона. Ссылка в закрепленном комментарии. А ты до этого наибице бывал? Одно из самых таких крутых мест и так далее. Красивые, как говорят, тусовочные. Ну, теперь я здесь живу. Так, Вася, у меня к тебе вопрос такой важный. Да. Почему? Не знаю. Почему, когда мы предложили тебе приехать на Ибису, ты загорелся так, как будто у тебя впереди матч был с Реал Мадрид? Ты мне, когда предложил съездить на Реал Мадрид, я так же примерно подскочил и так же примерно поехал. Когда я сказал, погнали на Ибису, ты человек, который, да не, ну я не могу, я заняна. Ты сказал, на Ибису я еду. Ну, во-первых, мне близко. Во-вторых, вот смотри, мы образно приехали на Ибису, вот я с женой приехал, мы погуляем здесь пару дней и вернемся к детям. Погуляли, сделали плюс еще интервью какое-то. Я надеюсь, хорошее будет. 300 миллионов Саша обещал нам просмотр. От меня? От Коли? Я ведущий? Да. Я ведущий. Поздравляю. Спасибо. Где моя зарплата? А что мы пьем, вино пьем? А мы в рано с утра пьем, что ли, Нобель? Спустите, рано с утра, сейчас время обеда. Мы в Испании. А, конечно. В Испании принято на обеде выпить бутылочку вина. Кстати, ты смотрел сериал «Белые линии» про Ибису? Нет, я знаю о его существовании, но не смотрел еще. Я охренел, Коля. Я когда смотрел, я просто офигел от потрясающих съемок. Там, конечно, очень много было про наркотики. Очень много. Тебя заинтересовало, да? Нет, не заинтересовало, это немножко не моя тема. Но, судя по названию, все понятно уже «Белые линии». Но я смотрел сериал, это было как раз время пандемии. И я думаю, блин, вот прикольно вообще жизнь. Своя движуха, свои какие-то разборки семейные. Ну, целая прям вообще история. И реально было красиво снято. У нас, конечно, есть свои козыри в виде оператора Демочкина, который снимет, потому что красивее остров Ибица. Я понимаю, но мне кажется, это больше стереотипа. Про Демочкина, конечно, думаешь? Нет. Про Ибицу. Понятное дело, что нет дыма из-за огня. Ты про наркотики? Да. Да, хорош. Тут, конечно, все понятно. Но я не знаю, честно. Какое твое любимое место на Ибице? Черт его знает. Давай я тебе просто скажу, где я был. Я был в Паче, я был в Дестино, я был в Диси-10. Но сегодняшние клубы. Фроментера – это первое всегда. Фроментера – лучшее место. Это лучшее место, да, на Ибице, чтобы отдохнуть. Там можно поехать с семьей, вообще все, что угодно делать. Здесь вообще, ну, то есть у людей складывается иногда периодическое впечатление, что Ибице – это только тусовочное место. На самом деле здесь спокойно очень можно отдыхать с детьми. В следующий раз мы поедем точно с детьми сюда. Потому что здесь хорошие пляжи, здесь хорошая погода, отличное море, и ты можешь в свободное время сходить куда-то в клубы. Поэтому я тебе называю клубы, потому что… Клубы Папача – это твое любимое место. Слушай, мне не нравятся клубы как таковые уже в моем возрасте. То есть все-таки, наверное, это вот для Коли больше перспективно. Я уже такие клубы не люблю, но заскочить раз в год на 2-3 часа для меня нормально. Какая была лучшая тусовка в твоей жизни на Ибице? Ой, идите у Оли спрашивайте. Вот последняя тусовка была ничего, где-то… Ну, в Пача, по-моему, мы были. Вполне себе нормально. Культурник. Я не могу, я просто… Шампанское было Дон Переньон? Нет. Текила была. По-скромному. Какой ты он, Переньон, Нобель, ну, посмотри на меня. Ну, ты что… Какой был счет в Пача? Слушай, текила была вот такая. А счет? Какой счет, я не помню. Ну, такой, наверное, да. Не помнишь счет? Нет, здесь дорогие цены. Здесь в клубах достаточно дорого. Я знаю. Поэтому такая, не особо приятный момент. А, 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 а до встречи с Олей. До встречи с Олей я очень любил клубы. Московские. Московские. Соха Рум, я помню. Да все, вообще любые. Найт Флайт. Подожди, подожди, Нобель, у тебя слишком много знаний. Ты в футболе так не разбираешься, мэр. Клубы, 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 клубы. Да, нет, до 24-х, до встречи с женой, да, тусовался очень много. Очень много. Ну, куда ты ходил? В основном в Москве. Ну, какие-то стриптизы, еще что-то. Ну, это же ужас. Ну, ты молодой парень, ты получаешь... Богатый парень. Молодой, богатый, красивый парень. Богаче, чем все остальные молодые парни. Плюс еще у тебя не так много свободного времени, поэтому ты можешь гулять, да. То есть, в тот момент, когда я понял, что это мешает футболу, я все дело прекратил. Боской как-то было. 24 где-то. А, ты понял 24, что это мешает? А до этого ты, в принципе, после матча спокойно... Слушай, ну, ты вот, когда молодой, вот ты, например, выпил много, с утра проснулся, у тебя голова болит? Нет. Нет. Потом ты как бы все хуже, хуже и хуже. То есть, это правда, что ты во время сезона вообще не пил алкоголь? Вообще не пил алкоголь. После четырех лет? Да. Даже если вы ездили там какой-нибудь командой, там какой-нибудь послеважный матч со Спартаком? За 10 лет я выпил, может быть, там 3-4 раза в сезоне. И то это был, например, бокал вина или кружка пива. Мы разобрались с твоей карьерой, ты не пил во время сезона. Любил поехать в Астрахань на рыбалку. Ну, это, в принципе, всегда было одинаково. И ты был тоже в Астрахани. После сезона мы сначала на 3-4 дня ехали в Астрахань, потом мы все разъезжались по... Хочешь, я вспомнил ту Астрахань? Всю? Просто давай тогда честно, всю. Все не будут. Нет, ну давай не будем. Значит, не говорит Игорь Акинфеев. Нобель, мы едем на рыбалку после последнего матча, где-то выиграли Лиги Европы. Поехали. Я говорю, да, давай, давай. И мы там в компании, садимся в самолет, аккуратно, скромный аэроход. Летим в Астрахань, заселяемся. И я говорю, а ты же сказал, Игорь, что еще будет Вася, Леха приедет. Да, они потом приедут. Ну, мы день спокойный, реально пошли на рыбалку, реально. Реально, когда пошли на рыбалку? Следующий день начинается... Реально пошли на рыбалку. Все слышали, реально пошли на рыбалку. Реально пошли на футбол. Следующий день. Я говорю, Игорь, а где Вася, Леха? Ты же говорил, сейчас они приедут. Через 3-4 часа приезжает компания, человек 20, ну не 20, 10. 10. Вася, Леха, куча друзей. Валиваются в этот дом отдыха. И просто 3 дня было очень тяжело мне потом отойти. Нобель, ну а как ты хотел? Надо уметь работать, надо уметь отдыхать. Красиво отдыхать. Нет, ну ты же дождался этих 3 дня. Да, я дождался, я помню эти 3 дня. А помнишь как один? Как мгновение, знаешь, как мгновение пролетело. И эта фотография не осталась на воткрышке. Задача была выполнена. Представляешь, насколько людям было хорошо, что нет ни одной фотографии? Да, телефон-то не может дойти. Телефон-то не могу дойти. В конце, когда выезжаешь, что-то нашел. Там было страшно. Ты помнишь, какую мы рыбу вытаскивали? Я помню другое. Ты попробуй такую рыбу без подготовки вытащи. Я помню другое, что на рыбалку ехали другие люди и привозили просто рыбу. Ну, Бель, зачем ты рассказываешь тайны? Ты же разрешил. Понимаешь, мы такую рыбу тащили с тобой, понимаешь? Поэтому было тяжело. Да, да, да. Во всяком случае, было супер. Однажды Алексей Смертин оказался на лодке Романа Абрамовича. Вечер шел прекрасно, но в какой-то момент Алексею стало очень неловко. Клубничная маргарита то ли из его бокала, то ли из бокала его жены прилилась прямо на белоснежный диван. Алексей жутко смутился и тут же стал искать, чем прикрыть пятно от коктейля. А про себя подумал, блин, испортили диван, теперь в Челси не вернусь. В итоге этот инцидент не помешал карьере Алексея на Стэнфорд-Бридж, но тот стресс он запомнил на всю жизнь. Внезапные пятна на одежде и мебели могут расстроить и в менее драматичных ситуациях, чем в истории у экс-капитана сборной России. Но если у вас есть пятновыводитель-отбеливатель Мой Рэббит, то переживать и за пятен не стоит. Этот продукт отстирывает загрязнение от любых напитков, еды, травы и земли. Мой Рэббит подходит не только для стирки, еще с помощью можно мыть посуду и сантехнику, а также чистить ковры и мебель. Одного пакета хватает на полноценную уборку всего дома. Я люблю смотреть футбол на этом диване. С чипсами, с колой, в общем, все как всегда. И, конечно, по неаккуратности что-то может пойти не так. Открываем пакет, внутри мерная ложка. Все очень удобно и никакого запаха. Средство экологичное и гипоаллергенное. Насыпаем порошок в горячую воду, растворяем, замачиваем. Плед чистый, я готов снова смотреть футбол. Переходим по ссылке в описании и заказываем пятновый водитель мой Рэббит. Давай вспомним лето, потому что я прям помню, обновляю новостную ленту и вижу. Николай Абольский переходит в ФК Ибитс. Думаю, вау. Ну, у меня заканчивалось контракт с Леоном. И единственное, что меня интересовало, это хороший проект с амбициями, с хорошими игроками и большими задачами. Ну и Ибитса вышла на меня, написали мне лично. И так сложилось, я рассмотрел все варианты. Было много разных вариантов. Многие команды по этой лиге интересовались. И я посчитал то, что Ибитс, это самый подходящий вариант для меня. Что еще было из плюсов? Зарплата. Если бы я оставался в Леоне, я бы мог зарабатывать больше, чем здесь. Или он делал хорошее предложение, чтобы сохранить меня. А сколько вообще зарабатывают футболисты в этой лиге? В этой лиге? Ну, ты, например. Хорошие зарплаты, которые позволяют жить и ни о чем не думать. Больше 5000 евро? Ну, думаю, немного больше. И это абсолютно нормальные деньги для Испании. Это хорошие деньги, их надо заслужить. Это считается большие деньги для нашей лиги. Не маленькие, точнее. Потому что не забываем про налоги. То есть это нечистыми? Это чистыми. Футбол на Ибице. Это вообще что? Не знаю, почему ты так придерживаешься именно на Ибице. Я не различаю города. Да, именно города. И это то, что вот команды только. И где лучшие игроки, где больше конкуренции, где больше амбиций. Именно то, что это происходит на Ибице, это никак не влияет на мой выбор. Ну, я с тобой не согласен, Коль, потому что даже в Италии, когда говорят про футбол на Ибице, все время это вызывает какой-то, я не знаю, дикий интерес. Там, здесь любят тусоваться футболисты итальянские известные, Вьере, Индзаги, Пирло, Мальдини, все тут обожают эту Ибицу. И когда говорят футбол на Ибице, это действительно шок. Знаешь, что Ибицу хотели купить в Берлусконе в свое время? Галиане хотели купить. Ну, потому что это прикольно. Ну, как бы я не могу сказать, что тут ничего особенного. Ну, как, это самый известный остров Европы, один из самых известных островов Европы, островов. И тут в футбол еще играют, как и в других городах. Футбол тот же. Игроки, игроки, обычные игроки. Я не вижу в этом ничего какого-то такого там сверхъестественного. С чем мы будем сравнивать? С чем вы хотите сравнить его? Ну, давай что-нибудь с Россией. С нашей футбол. Но это уровень ФНЛ. Есть команды, которые могут играть на равных с командами из российской премьер-лиги. Опять же, это только мое мнение, которое мы никогда не проверим. Кибица играла бы в премьер-лиге? Да, почему нет? Ну, хорошо. И какое место заняла бы по итогам чемпионата? Ну, я не буду говорить, потому что мы бы там... Вылезли бы? Боролись бы за не вылет, за хранение европейских, но играли бы спокойно. И со многими командами на равных. Очень много команд исторических с большой армией болельщиков, которые недавно играли в премьер-лиге. Команды, которые играли в лиге чемпионов, как Малага, Депортиво. Очень много исторических команд рекреатива «Уэльва». Это самый исторический клуб «Испания», у которых тоже 20 тысяч болельщиков на стадионе. Малага вчера на матче 25 тысяч болельщиков на стадионе. Депортиво каждый матч 20 тысяч. Костейон 15 тысяч. Атмосфера – это главный критерий. Болельщики генерируют деньги клубу. И из-за этого клуб может подписывать лучших игроков. И Лига сделала несколько шагов вперед в этом развитии. И сейчас уже больше похоже на «Сегунду». Даже игроки, которые уже перешли из нашей Лиги в «Сегунду», говорят, что разница практически минимальна. Но болельщики главное, потому что также они приносят эти деньги клубу. Представив 20 тысяч абонементов умножить на 100 евро, ты получишь сверху еще деньги, которые ты можешь использовать на благо команды. Вау! 20 тысяч? 25. Дай. У вас там когда матч? Смотри, не полный. Блин, реально ты этому прям большое значение уделяешь. Конечно. Привет, я Антонио Виленуэва, художник. Я живу на Ибице уже около 50 лет. Я влюблен в этот остров, который дал мне все. Хотя сейчас он мне уже не так сильно нравится, но ничего страшного. А сколько стоят эти картины? Ко мне как-то пришел один известный коллекционер из Мадрида и сказал, «Наконец-то я добрался до твоей студии. Я очень хотел сюда попасть. Обожаю студии художников. Я заплачу сколько хочешь. Ты никогда не будешь голодать». Я посмотрел на него и ответил, «Тебе не повезло. Я только что съел офигенное жаркое. До свидания». А сколько вот эта картина стоит? Ну, она пока не закончена. Когда доделаю, она может стоить тысяч пять евро, где-то так. И вот эта тоже. Это не закончено? Нет, не закончено. Там еще работать. А что тут можно добавить? Поверьте, это еще далеко не финал. А это сколько стоит? Пять тысяч. Обычно цена зависит от размера. Обычно все картины такого размера стоят одинаково. А это за две или каждая по пять? Каждая. А, каждая? Каждая по пять? А можете описать Ибицу в пяти словах? Какой она была 50 лет назад и какая она сейчас? Вы меня озадачили. Тут нужно как минимум шесть слов. Давайте шесть. Какое первое? Ибица была раем. Свобода, без социальных классов. Все двери были открыты. Фермеры жили рядом с хиппи. Тут смешалось много культур. Я думаю, этого достаточно. А сейчас какая Ибица в пяти словах? А сейчас? Кокаин. Кокаин, диджей, кокаин, диджей, кокаин. Коль, тебя не пугает, что художник видит такие изменения в Ибице? Нет, не бывает. И это связывает с тобой, между прочим, что очень странно. Это был абсолютный рай. Что творилось на Ибице, когда сюда приехали хиппи, такое больше не повторится ни в одном уголке мира. Никаких социальных различий. Все дома открывали свои двери для всех. Местные фермеры общались с хиппи. Это была фантастика. Они обменивались именами для своих детей. Мы жили в раю, но, к сожалению, сбились с пути. А раньше тут не было кокаина и диджеев? Это было далеко не главное. Главное было... Смотри, раньше в Санта-Эулалии в 70-е годы в театре Санта-Эулалии ставили Шекспира. Американцы, англичане, которые сюда приезжали. Сейчас это немыслимо. Да, конечно, всегда были наркотики. Но их же тоже можно принимать по-разному. Зависит от того, что ты хочешь. Есть люди, которые пьют, чтобы набухаться. А есть те, кто выпивают и пишут шедевры. И с наркотиками та же история. А люди тоже изменились, да? Люди изменились, потому что остров изменился. Это был рай. А потом, я говорю, мы пошли не той дорогой. Смотрите, все начало меняться. Хиппи изменили Ибицу, особенно американцы. Они были очень культурными людьми. Многие из них бежали за протесты против войны во Вьетнаме и по многим другим причинам. Они приезжали, селились тут, арендовали жилье. Они принесли какие-то деньги, пусть и немного. Они открывали школы, растили тут своих детей. Но потом приехали немцы. И я помню, в Санта-Эулале и хиппи, которые заботливо построили это место и столько в него вложили. Их просто вышвырнули. Я видел, как они выставляли людей за порог из их домов, потому что приезжали немцы, у которых было больше денег. И это современная реальность везде. Все изменения связаны с деньгами. А каких известных актеров вы тут встречали? Ой, многих. Кого тут только не было. Наверное, самые известные из Англии, потому что англичан тут было очень много. Они все тусовались в баре в Санта-Эулале, который держал англичан. Терри Томас, Дэн Эллиот, Найнджел, Девенпорт, Хельмут, Бергер, всех не вспомнишь. Музыканты, Нина и Фредерик тоже тут были. Наверное, Терри Томас самый известный. Много известных людей. Тут был Полански, тоже приезжал на Аибицу. Я многих видел. У Урсулы Андрес здесь был дом. А футболисты? Ой, этих тоже очень много приезжает. Я встречался с Роналдо, но не с португальским, а с бразильцем. Феномено? Вы общались с Феномено? Да, он постоянно приезжал. Многие футболисты приезжали. Ты делаешь для футболистов? Для всех. А, для всех? Месси делал? Месси, Роналдо, Зидан, кого хочешь назови. Неймар, Демария, Дебало. Единственное, мы еще не успеем, Бапе. А ему не нравится Ибицу? Нет, просто не смог до него добраться. Но, надеюсь, как-нибудь получится. А Месси понравилось? Да, Месси делал много раз. И Суарусу. Много раз? Да, он тут часто. Когда приезжает, всегда берет у меня. А ты общался с Месси? Я два раза был у него на лодке. И оба раза там была его семья, я всех видел. И с Роналдо то же самое. И с Роналдо тоже? И с Джорджиной? Нет, это было до Джорджины. В 2016-м. А, до Джорджины. С Ирины Шейк? Нет, уже после Шейк. Они уже тогда расстались. Мы сейчас делаем лучший мохито острова Ибица с легендарным человеком, который готовил мохито всем футболистам. Вот Роналдо, Месси, Зидан. Да много кто, не пересчитай, сотни. Вот, смотри, тут все фотки. Здесь есть Зидан, Месси, Роналдо. Здесь Шакил О'Нил. Шакил О'Нил. О, там бьет. Также есть Кирхио, Сальтаниста, Медведев. Медведев, да. Лео Ди Каприо, да? Здесь все. Лучшие люди мира. Да, но самый лучший, вы понимаете, Месси. Месси. Для тебя? Для всех. А Месси любит мохито? Да, любит. Очень? Не то чтобы очень, он небольшой фанат выпить. Роналдо, кстати, вообще не пет алкоголь. Роналдо? Криштиану? Амиго, скажи, пожалуйста, когда ты общаешься, например, с Криштиану, тебе вообще как? Он открытый парень. Он очень простой в общении. Криштиану простой? Да нет. В личном общении, да. Отличный мужик. Очень простой, доступный, с ним можно поболтать, у него большое сердце. Он очень скромный, совсем не такой, как в телеке. А с кем было сложно общаться? Может быть, Ди Каприо? Ди Каприо, конечно, сложноватый. Сложный, да, Ди Каприо? Да, но... Просто его же сильно донимает пресса. За ним постоянно охотятся. Он цель номер один в мире для папарацци. У него там такие меры безопасности. Сам понимаешь, у него такая жизнь. Он всегда на чеку. К нему на лодку пойди-попади, не говоря о том, чтобы пообщаться. Но на самом деле с ним тоже было приятно. С подели от Альфа-Банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру Вась, ты говорил про тусовки и что такой у тебя был момент, переломный, 24 года. Ты встретил Олю. Да. Где вы встретились? Как вы встретились? В клубе. В клубе. Не, серьезно. Серьезно, в клубе встретились. Лапуль, в каком мы клубе встретились? В Косте. Давай, Оля, давай к нам, мы так просим. Подождите, подождите, эта история, по-моему, там плохо записана. Мы договорились, как говорить с тобой, что мы договорились рассказать? Правда, правда. Только правду. Мне кажется, у нас одна из самых романтичных и одновременно веселых историй знакомства с Васей. Мы с ним такие, ну, оба, в принципе, по натуре жесткие, такие жесткие социопаты, терпеть не можем соцсети и все, что с ними связано. И в момент нашего знакомства Вася был на сборах, они там сидели на очередных сборах, им было скучно, а я была дома, болела и пропускала гастроли. Васю зарегистрировал в одной из тогда появившихся соцсетей его друг, прекрасно, не знаю, называть его им, нет, но, в общем, одноклубник его. Шамба, по-моему. Нет, Жирков, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, неважно, короче, ситуация была такая, что Васю зарегистрировал его друг, а меня подруга, при том, что мы не хотели, вообще говорили, какие соцсети, нахрен вообще. И они, в общем, зарегистрировали нас без нашего желания и нашли каким-то образом друг друга. То есть там кто Шамба, или Жирков, я не помню, уже нашел меня, говорит, о, какая. И, в общем, уже начали общаться потом мы с Васей, у нас была перепалка, что-то там мы друг друга надерзили, наговорили и послали друг друга, все. И не общались какое-то время. А потом встретились, короче говоря, просто в один был из самых таких известных мест тусовок футболистов наших. И, в общем, мы в клубе просто шли друг на встречу. А, то есть вы не договорились просто случайно? Нет, нет, мы просто идем и понимаем, что это он, а это, собственно, вот эта, вот эта та дерзкая девчонка, а это тот самый дерзкий футболист. Ну и все. А дальше начинается романтическая часть. То есть вы сразу увидели друг друга в нашем клубе? Мы увидели друг друга, все, мы пошли тусить, на следующий день мы стали жить вместе. На следующий день? На следующий день мы поняли, что мы хотим семью. Да ладно? Да, еще через день Вася, мы поехали к его родителям, он сказал, что это моя будущая жена. И с этого дня мы не расставались. Вот так. Серьезно? Серьезно. Охренеть. Ну это правда романтично. Охренеть просто. Сейчас вся ибится в восторге. Я думаю, если какие-то такие... Я прослушал, что там было. Соцсети это зло, я говорю ребятам. Да, все правильно. Соцсети это зло. Вася, то есть мы тебя привезли в правильное место, в столицу ночных клубов, потому что это место, ну в смысле не это место, а вообще клубы, там ты Олю увидел, и тебе даже больше не потребовалось время, рестораны, кино. Оля есть, да. Ты сразу увидел, протусовался всю ночь. На самом деле это про Вася, если коротко про Вася и вообще про его характер и темперамент, это пришел, увидел, победил во всем. То есть он такой человек, он всегда добивается того, чего он ходит. Я на долгое безобразие не подписывал. В тусовке то, что как бы определило твою жизнь, такая тусовка. Слушай, он женился один из последних в команде, всех уже дети были, взрослые. Он был самый вообще простой. Я понимаю, но в начальном клубе сразу. Я тебе скажу больше, я не знаю, наверное, ни одного футболиста, и даже может быть не только футболиста, а вообще мужика, который тусил больше, чем Вася, и который просто вот... Да не может быть такого. Просто так получилось, что к моменту, когда мы с ним познакомились, я уже, вот эти клубы, тусовки уже у меня просто уже, мне хотелось чего-то уже другого, и у него. И мы на этой почве... А Вася прям был такой тусовщик-тусовщик. Ну конечно. То есть ты на следующий день сразу, Оля, повез знакомиться с родителями, правильно? Ну через два дня, по-моему. Через два дня. Через два дня, да. Ну это как, это я рассказала тематично, на самом деле, он просто, после клуба ему было тяжело, и надо было его отвезти кому-то, а тут я, понимаешь, удобненько. Я просто так лепанул, ну что ты думаешь, я зашел домой, просто так лепанул это, ну видишь, как получилось. Вот живем 14 лет. Ребят, за вас, это очень круто. Это прям супер. Вася, Оля, за вас. Я с вами, ребят. Эти. Мы тоже с вами. У тебя таленту? Да. Да? Очень таленту? Нет, господи. Очень таленту. Кстати, откуда у тебя такой испанский стал? Ты просто так не говорил на испанском, ты учишь испанский? Ну я учу испанский, да, не так много, как хотелось бы, но двигаюсь вперед. Сколько у тебя уроков в неделю испанского? Два. Два? Сейчас только два, да. А ты приехал на Ибицу с Марбеллии? Ну мне очень тяжело. Да. Сколько там время же находишься? Пять месяцев, семь, восемь, девять, восемь. Ну что, Марбеллия? Нравится? Ну что, объясни. Там вообще многие люди российского футбола… Я в Барселону сначала поехал, да, жили. И живут? И живут, да. Ты был в Барселону? Сначала поехал в Барселону, да, потом поехал в Марбеллию. Почему не остался в Барселоне? Марбеллия лучше. В чем? Ну я не знаю, слушай, ну погодой, по крайней мере, зимой. Да, едой, плюс еще атмосферой. Достаточно много людей из России, да, то есть с кем можно пообщаться, поэтому… Юрий Павлович встречал? Юрий Павлович увидел, да, два дня назад. Что он делал? Как он? Кушал. Кушал? Кушал с внуком, да, повез внука играть в паддл. Понял. Юрий Павлович, кстати, потрясающе выглядит. Как обычно, сказал моей жене, что ему 57. Оль, Юрий Павлович говорит все меньше и меньше свой возраст? Да. Не, вообще супер, вообще супер. Скажи, а как вы свой быт там устроили? Дети ходят в школу там? Да. То есть в ближайшие годы собираешься жить в Испании? Да. Что будешь здесь делать? Слушай, ну я постоянно отсюда куда-то лечу, когда занимаюсь какими-то делами. То есть я куда-то лечу либо в Дубае, либо вообще просто по Европе. Поэтому такой вопрос как бы. Я не уверен, что я буду что-то делать в Испании. Сложный вопрос. Хорошо. Просто жить здесь будет. Просто живешь? Да. Тебе нравится Испания? Да. Скажи мне. Очень. Тебе нравится Испания? Ну Испания классная страна. Я Испанию в целом люблю. Но тебе нравится Италия больше? Мне нравится мир, планета, земля. Я вообще не знаю. Аллилуйя. Но мы же родились на этой планете. Да. Мы же можем побывать везде. И моя цель, понимаешь, побывать во всех странах. Еще долго, да? Ну я уже думаю, что страна. До Варламова тебе далеко? Страна, наверное, 70-80 уже был, мне кажется. Ну я в Европе почти везде был. В Латинской Америке был, в Америке, Канаде, в Африке. И в Африке мало где был. В Азии был где-то. Ну так, поэтому шанс есть. Ну я думаю, у меня такие же цифры, как у тебя примерно. Хочется куда-нибудь в Австралию. Слушай, ну это разные вещи. Футболист как видит всю эту картину. Приехал на автобусе, посмотрел вокруг, ну погулял там 15 минут. Игру сыграл, поехал. Но все равно общую картину ты все равно видишь. Вась, ну ты же тренер? Да. А что собираешься сделать, тренировать в Испании? Кого? Сейчас посмотрим в будущем. В Испании? Да. Реал, Барселона. Не, ну серьезно. Ибицу. Вот смотри. А, смотри, да? Вот смотри. Есть, например, коллег, который здесь строит свою футбольную карьеру игрока. Шаг за шагом здесь цель идет. А ты не хочешь попробовать себе построить? Долго. Для меня это очень долго. Карьеру тренера. То есть такой десятилетний курс для меня это долго, потому жизнь одна. Да, то есть тратить 10 лет на то, чтобы с каких-то низов двигаться выше, 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 выше. И то не факт, что ты дойдешь до чего-то хорошего, да? Мы же не знаем, да? Если кто-то тебе сказал точно, что ты будешь потрясающим тренером и точно будешь тренировать в Барселону, это одно дело. Работать и тратить 10 лет. А другое дело, когда просто ты как бы пробуешь и двигаешься наверх. Поэтому, Нобель, очень сложно. Я не знаю, какое решение приму, но в конце концов в ближайшее время где-нибудь, как-нибудь окажусь. Как главный тренер или ассистент? Посмотрим. Ассистент Слуцкого, Алексея Березуцкого. Посмотрим. Посмотрим, Нобель. Это, ты понимаешь, ин футуру. Хорошо, футуру. А если футура, например, завтра, тебе позвонят из клуба РПЛ? Нет. Не поедешь? Не поедешь. Не поедешь. То есть ты пока вариант карьеры тренера России не рассматриваешь? Нет. Почему? Абсолютно. Не хочу. А какие-то, это должно быть странно, типа, европейские, Кипр? Я не знаю. Где-то, значит, не давать. Мы возвращаемся опять же к этому долгому пути. Готов я на него или нет, сложный очень вопрос. Потому что была большая футбольная карьера, и опять погружаться с такими вещами, когда у тебя нет семьи, у тебя нет времени, у тебя нет возможности вообще этот мир увидеть. А так как мы возвращаемся к тому, что жизнь одна, ну, у тебя четыре. У меня одна, поэтому я как бы очень взвешенно подхожу к любому решению по этому вопросу. Ты сказал, что скорость ситуации в твоей профессии тренерской возобновится, но… Наверное, Нобель, я не знаю точно. Наверное. Я не знаю, посмотрю. Но ты сам хочешь на себя тренировать? Потому что я вот сколько с тобой вас общаю… Я спокойно к этому отношусь. Общаюсь, дружу. Мне кажется, ты настолько гармонично себя чувствуешь и без работы… Мне абсолютно комфортно. Мне абсолютно комфортно. Ну смотри, вот ты вот к этому говоришь, как будто ты пойдешь тренером работать. Это не единственный выбор, который у меня стоит. Да, этих путей может быть четыре, пять, шесть, восемь. И я из них буду выбирать. И буду выбирать то, что мне нравится, и то, что я хочу делать на данный момент. Это достаточно просто, индивидуально, может чуть-чуть эрогантно, но хорошо, что у меня есть возможность выбора на данный момент. Поэтому… Эта возможность, эта свобода тебе дает количество заработанных денег, правильно? Ну, свободу того, что ты можешь не переживать… Сохраненных, заработанных… Я могу какое-то время ничего не делать. Сколько лет? Десять могу. Десять, потому что что-нибудь делаешь вообще? Да. Что за тебе самое большее нравится в Испании? Все. Мне все нравится. Мне климат, еда, отношения, менталитет, достаточно такое расслабленное состояние, когда мы отдыхаем и отдыхаем, когда мы работаем и работаем. И все здесь взаимосвязано. Ну, плюс еще… Ну, просто понимаешь, что такой климат и еду, наверное, найти где-либо сложно. А что-то есть, что не нравится здесь? Ну, может, все время «транкило», «маньяна». Может быть, не очень обязательный. Это понятно. Ну, это испанская тема, когда у тебя все «маньяна» и все будет через два месяца. Ну, ты к этому легко адаптируешься, ты понимаешь, что быстро ты ничего не получишь. И так много где. В Голландии примерно было то же самое. То же самое было в Голландии? Ну, слушай, когда ты приезжаешь в Москве купить матрас, и ты хочешь его реально купить, ты его просто возьмешь и купишь. А там они тебе говорят, что на складах нет. Ты говоришь, ребята, мне спать нет. Дайте я куплю этот матрас. Они говорят, нельзя. Как нельзя? Ждешь три недели. Где ты спишь? На улице. А в Москве все за секунду можно сделать. А в Москве хоть в пять часов ночи. В этом плюс. Заплати, потом получи. Скажи мне, ты… Леха сейчас в Москве же? Да. Как часто вы встречаетесь, видитесь? Ты прилетаешь к родителям? В Дубае виделись в последний раз. Мы периодически пересекаемся, периодически разговариваем. Знаешь, мы братья. Я в курсе. Близнецы. А родители? Родители… Ну, по телефону общаюсь. Ну, там периодически виделся, когда летал. Сейчас опять увижусь. Я придумываю какие-то варианты. Мы либо встречаемся где-то в Европе, либо в Дубае, либо в Турции, либо в Москве опять же. Почему нет? Не самое плохое дело. Когда ты планируешь в следующий раз в Москву? Не знаю, может в ноябре. А, уже через месяц? Да, может быть. Не уверен в этом. Я думаю пока. А у тебя, Лесон, еще были предложения, еще были варианты? Мне Депортиво звонили. Депортиво Акаруни. Самый легендарный клуб Депорт. Депортиво. У тебя были варианты, они из Испании или это? Байзей из Греции. Грецкий вариант был. И еще до окончания сезона у нас оставалась одна игра. У меня был Данок и Езонок со своими. Потом директорами. У меня были в Дедмитусской клубе. И здесь переходили в Грецию. А, это был лучший дивизион. Ну, в общем-то поехал в Грецию, лучший дивизион. Просто не захотел. Ну, там тоже море, там тоже классная страна. Тепло, солнце. И ехали в новую сторону опять. Другой язык, следующая культура. Другой чемпионат. Не считаю, что уровень фибола. Зачи-то седьмой. Подожди, там выше дивизион чемпионата Греции. А там есть 4-5 команд. Это хорошие, которые выше уровня, чем наша лига. Это 10 игр за сезон. И потом что? Ну, потом, может, ты по той четверкой попадешь в Грецию. Собирать в Олимпиакос или... Хорошо. И играть в Олимпиакос это не какое... Ну, а что? Это прекрасно, но это не то, что я бы хотел. И как бы... Ты чего хотел бы? Играть в Лиге Испании. Ну, смотри. В этом сезоне выходим в Сегундову. В следующем сразу выходим в Пример. Вот мы сразу, конечно. И потом либо чемпионат, либо чемпионат. Коля, скажи, а вот ты как футболист за два года с нашей встречи, ты чувствуешь себя в прогрессе? Конечно. Могу объяснить почему. Объясню. Допустим, когда я был в Баракале, потом был в Леоне. Знаешь, когда мы играли против больших команд в нашей лиге, я смотрел на игру, как вы, знаешь, на месте, на котором хочу быть я, и вы зарабатываете мои новые деньги, у вас большое внимание, вы считаетесь как одним из фаворитов Лиги на повышение в классе. А сейчас я в одной из таких команд. В одной из лучших команд Лиги. На бумаге, опять же. И уже так смотрят на нас. А я смотрю на них таким же взглядом, типа, при моём желатном. Я знаю, как стоять по другую сторону. И знаю, что вы тоже хотите быть на моём месте. И много игроков, которые нашли, которые хотели бы оказаться в Ибице. Поэтому я знаю акцент этого места. И каждый мальчик, как последний всегда. И каждый тренировок. Потому что пилающих очень много. У пенсии огромные. Давай ещё одну. А скажи, почему Ибица – это лучшее место на Земле? Объясни. Из-за людей. Из-за людей? Но здесь же одни туристы. Нет, тут много местных. Они живут тут круглый год. И самая важная – ментальность людей на этом острове. А какая ментальность? У них нет предрассудков. Им не важно, кто что говорит. Тебя не будут осуждать, что бы ты ни делал. Все друг другу помогают. Все объединяются. Тут очень братская атмосфера. То есть для тебя лучшая на Ибице – это люди? Люди и география. Это же роскошная локация. Вот это место, например, может тебя спасти от природной катастрофы. Тут особенное магнитное поле, и в случае чего здесь можно укрыться. Знал об этом? Нет. Изучи. Это место может спасти тебе жизнь. А почему во всем мире думают, что на Ибице есть только тусовки, наркотики и секс? Эта слава пошла из телека. В медиа раздувают, и весь мир верит, что тут только наркотики, секс и рок-н-ролл. Конечно, тут это есть. По ночам, как и во всем мире. И здесь особенный стиль. Я уже тебе говорил, что у людей нет предрассудков, все на расслабоне, всем комфортно, все расслабляются. Полная свобода, люди себя отпускают. Тут творятся вещи, которые невозможны в других местах. Но в Европе столько мест, таких же крутых. Италия, Хорватия, Миконос. У Миконоса, например, есть большой минус – это ветер. Там нельзя ходить под парусом. Там постоянный ветер, 30 узлов. А здесь погода роскошная, лучшая ночная жизнь в мире. Все это вместе привлекает людей. И тут все не такие мажоры, как в Сан-Тропе, например. Или на Сардинии. Сардиния более классическая. А здесь всем хорошо. Бедные себя прекрасно чувствуют рядом с богатыми. Создаются атмосферы, которой больше нет нигде. То есть следующим летом я еду сюда в отпуск, окей? Ты точно не пожалеешь. Что еще? Что еще вам интересно? А ты знаешь… Знаешь футбольный клуб на Ибице? Знаю, что такое есть, но… Ты ходил когда-нибудь на их матч? Нет, никогда. Никогда? А наш большой друг играет за Ибицу. Я думаю, ты должен начать ходить на футбол. Да я бы сходил, у меня друг на радио… Выбери день и сходи на футбол, ладно? Да, схожу. Они играют на этой неделе. А на этой неделе… Игра же завтра. Погнали, без проблем. Коль, у тебя есть болельщик персональный. Это какая-то особенная мята? Не, просто хорошая. Ничего особенного. Все обычное. Особенный здесь только я. А можешь нам описать Ибицу в пяти словах? Пять слов. Да, в пяти словах Ибица. Лучшее место на этой планете. Смотри, если Ибице выйдет во вторую лигу, они сейчас играют в третьей. Что ты сделаешь для нашего друга и для всей команды? Я лучше ему сейчас сделаю мохито, которое принесет удачу. Все, кто его пьют, побеждают. Мне поэтому Криштиану и звонил. Он выпил мою мохито перед Евро, а потом набрал и попросил еще. И так со всеми. Оно правда приносит удачу. А можешь мне сделать такой же, как Криштиану? А они все одинаковые. Тебе без алкоголя? Сколько без алкогольных? Один. 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 Три, шесть, девять. Хорошо, я тоже хочу дать алкоголь. Спасибо. Пьем за Ибицу. Спасибо. Пьем за Ибицу. За Россию. Или за Россию. На здоровье, на здоровье. Чинчин. Чинчин. Это смело и невероятно. По мне, ну слушай, во-первых, с нашими именами, Коля, Вася, ехать за границу играть, такая себе идея. Поэтому я как Вася, я сразу это все отмел. За счету Вася могу сказать, что ему не нужно было ехать, потому что они с ТСХ выигрывали кубки европейские. И это правда, но это тогда время хорошее было. Понимаешь, всем казалось, что весь футбол будет двигаться только вперед. Да, я понимаю. А сейчас мы двигаемся только назад, к сожалению. Коля правильно сказал, тебе не хочется ехать. Зачем тебе куда-то ехать, если все растет, все двигается вперед. Одна команда выигрывает кубок UEFA, да, Лигу Европы. Потом ССК выигрывает, потом Зенит выигрывает, вторая команда. Все движется только вперед. Три команды попадают в Лигу чемпионов. Слушай, ну, когда ты двигаешься вместе с чемпионатом наверх, уезжать из своей страны, ну, смысла в этом нет. Если ты хочешь развиваться, если ты хочешь двигаться вперед, если ты хочешь играть в современный футбол, то сейчас надо уезжать. По крайней мере, сейчас точно. Коля уехал раньше. Ну, мы с 15-го года, да, по-моему, всех до какого-то 20-го громили в Еврокубках. Просто там один Зенит что стоит. В Лиге чемпионов камень на камне в группе ни на ком не оставлял. Хорошо, про РП понятно, все понятно. Плохая шутка, но это у всех так, да, не только у Зенита. Посмотри, у нас уже там с какого года у нас вообще нет никаких успехов ни в Еврокубках, ни еще где-то. Мы не можем никто выйти из группы. У нас ни у кого ничего не получается ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов, ни где-либо еще. Вася, вот ты говоришь, что все грустно, и все печально, и тоска, и так далее. Но ситуацию как-то же можно изменить? Вот для меня проще, да, чем что-либо исправлять. Надо просто ломать, полностью ломать, да, то есть отказываться от государственных денег, в течение пяти лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть, да, то есть переходить на абсолютно рыночные отношения, да, то есть командные, внутри футболлар, да. Но для этого надо все сломать, надо всю эту структуру сломать, которая сейчас происходит. Когда государственные деньги выделяются, государственные компании на определенные команды, и это постоянно поддерживается. Понятно, что это уже неэффективно, понятно, что там все просто деньги куда-то воруются, куда-то уходят, ничего не происходит, поэтому футбол, пусть он будет по деньгам маленький, так, к примеру, пусть в нем не будет столько денег, но надо начинать, да, то есть надо начинать, дотронуться вот до этого дна и оттолкнуться вверх, а мы сейчас просто балансируем куда-то просто вниз потихонечку, как самолет с неработающими двигателями, который просто падает вот так вниз, но набрать высоту не может. Поэтому все надо сломать, но это моя логика, это самая тяжелая, да, понимать, что 10 лет, 15 лет, у нас не будет никаких успехов вообще нигде. Всю эту структуру ломать и строить заново, с новыми какими-то управляющими учреждениями, еще с чем. Другого варианта, по-моему. Вася, ну это как про суды, надо всех судей убрать, чтобы были новые люди. А где этих новых людей взять? Вот это слово мне не нравится, где угодно, возьми где угодно. Какая разница, вот человек просто ошибается или человек ошибается не просто так. Ну какая между этим, разница в моем понимании никакой. Да, будем мы внизу, будем. Понимаешь, ты как вот старое здание не ремонтируй, оно все равно когда-то придет в негодность. Поэтому нужно всю структуру, все выстроить, все заново. Опять же, государственные бабки. Ну какие государственные? Деньги людей, которые они платят в виде налогов. Из футбола брать. Конечно. Как такой план, Коль? Честно, не хочу об этом даже думать, потому что мне это не интересно, я не собираюсь ничего менять. Я не комментирую в этом, я не живу там, не играю в этой лиге. Просто забивать себе лишний раз голову просто не вижу смысла. Здесь нет бюджетных денег. Я понимаю. Все? Я понимаю. Независимо от того, что вы сейчас скажете, ничего не изменится. Не будь таким пессимизмом. Потому что, как я сужу, если меня что-то не устраивает, я это меняю. Да. Если не могу поменять, уезжаю. Все правильно. Я с тобой согласен. То же самое в другой тональности говорил Валерий Карпин. О том, что если есть вариант игроку уехать в топ-лигу, он должен уехать, чтобы прогрессировать. Да. И при этом начался реальный, ну такой очень дискуссионный разговор. Много было критики в адрес Карпина, в том числе от депутатов, от общественных деятелей. Ты не боишься, что то же самое будет сейчас твой адрес? Мне вообще все равно надо, по крайней мере, футболистам говорить определенную правду, которая существует. Если вы хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, ну тогда можно оставаться. То есть это касается не только российских футболистов, это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если на данный момент могут выступать хоть где-то, должны выступать. И неважно за какую страну, и неважно под каким флагом, и неважно как. То есть ты считаешь, что главная карьера спортсмена, которая должна ее развивать? Конечно. Ну это жизнь человека. Ты представляешь, человек пришел в 7 лет заниматься спортом. Мы можем говорить о любом спорте, который есть. Он потратил на это, не знаю, 15-20 лет. И сейчас ему говорят, ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, ты не можешь это, ты не можешь там. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть. Повторюсь же. Я ни одного человека... Вот смотри, для тебя есть проблема в голове, что наш спортсмен поехал под нейтральным флагом. Я же знаю, что это российский спортсмен. Ну да, в целом. Но параллельно мне на это вообще абсолютно все равно. То есть надо смотреть исключительно на человека, на россиянина, который может работать, зарабатывать деньги, добиваться какого-то результата и получать самовыдовлетворение от этого. Но вот вернемся к футболу. Но есть же другое мнение в футбольном сообществе. Надо, наоборот, развивать... Да, пока бан, пока изоляция, дисквалификация, надо развивать РПЛ, делать сильнее лигу, интереснее лигу, чтобы игроки... Чтобы лига развивалась, чтобы футбол... В неконкурентной среде ты ничего развивать не можешь. Ты можешь сделать что-то хорошо, что маловероятно. Понимаешь, мы сейчас вот об этом говорим, как будто до этого ничего не было. А до этого кто мешал это развивать? Ну, ты же сам говоришь, было развитие российского футбола, когда вы выигрывали... Было развитие, когда была конкуренция, Нобель. Не было лимита на легионеров раз. Приезжали большие футболисты, которые по меркам европейских чемпионатов были вполне себе конкурентоспособны. Они могли быть лидерами любой команды, которые приезжали в Россию. Мы видим с тобой победы ЦСКА, победы Зенита. Какие футболисты там были, какие деньги тратились. А сейчас, к сожалению, мы этого делать не можем. Это невозможно. И уровень футболистов слишком слабый. И количество этих футболистов, которые соответствуют уровню, очень мало. А эта конкурентная среда должна быть по всей России. Тогда это возможно. То есть сейчас мы все время будем отставать. Мы и так-то, в принципе, отставали. Закрыться может страна, которая обладает громаднейшей инфраструктурой везде. То есть не только в одном городе, как в России, как в Москве. Инфраструктура есть футбольная в России после чемпионата мира. Мне кажется, она довольно приличная. Ну да, давай тогда посмотрим на эту ситуацию. Где ты видел детей, которые выходят на эту инфраструктуру? Ты имеешь в виду 10 стадионов построенных, примерно. 10 стадионов базы, поля и так далее. Детей. Что построено? Нет, они же тренируются на академии. Сколько академий сейчас есть в России разных? Мы все равно проигрываем. И по количеству людей, которые выпускаются за год. И по количеству этих объектов, по количеству инфраструктуры, по качеству. По качеству тренерского, по качеству футбольного какого-то уровня. Мы везде, мы всем проигрываем, к сожалению. Но есть, условно говоря, сейчас дети, юноши, которые тренируются, играют, как-то развиваться. Как им быть? Они не должны делать первые шаги? На данный момент у них, к сожалению, выбора нет. То есть им придется находиться там. Нет, они должны как-то развиваться. Поэтому, может быть, наоборот. Дело так, чтобы, да, условно. Берем, например, закрытых лиг, которые нет в Еврокубках. МЛС и так далее, футбольных. Или НХЛ и так далее. Но они же как-то развиваются внутри себя. Почему-то мы не допускаем, что РПЛ может раз, пока такое время, непонятно, год продлится, два изоляции, пять лет, неважно. Развивать внутри лигу. Смотри, ты должен развивать, ты вот возьми Испанию, да, там, восемь лиг с большим количеством команд. У нас этого нет. Во-первых, у нас страна этого не особо сильно позволяет. У нас количество вот этих команд, у которых есть определенный уровень, чтобы расти, и количество этих футболистов, именно по количеству, оно должно быть большое. Средних футболистов должно быть много для того, чтобы индивидуальный талант вырос. Чтобы он вот в этой среде стал лучше, чем вот эти средние. А у нас такого количества футболистов нет средних. У нас, к сожалению, вот этот объем качественных футболистов очень маленький. В такой среде очень тяжело расти. Это для мальчиков в Москве еще более-менее, в Питере, возможно, в Краснодаре. И то проблемы в Краснодаре такие же, как везде, им не с кем играть. Им надо постоянно куда-то летать. Представляешь, молодые ребята вместо того, чтобы играть по две игры в неделю, летят куда-то там, с кем-то играют. Это должно быть на территории всей страны. Ты за «Динамо» следишь? Ну... Слежу, слежу. Чувствуешь связь с клубом? И говорю, не только с клубом. Вообще, в принципе, с Россией все дальше и дальше. Эта связь стирается потихоньку, конечно. Тебе грустно из-за этого? Грустно нет. Потому что я не из тех, кто любит погрустить. Это действительность, которая есть. И я смотрю на это, что сейчас я занимаюсь своим любимым делом там, где хочу. Делаю то, что я хочу. А то, что так происходит, это просто факт, который есть. Когда ты был последний раз в Москве, в России? Давно. Давно. Тебе не тянет? Нет. И связь какая-то есть с родиной? Ну, мои близкие, которые там живут только. Мы общаемся по WhatsApp. Они иногда приезжают меня навестить. Ну, редко, конечно. Но семью давно не видел. Больше двух лет, наверное. Но сейчас вот приехала мама с сестрой. Как ты сидишь за происходящим во всех отношениях? Честно, особо не слежу. Потому что есть чем заниматься здесь. Я знаю, что происходит. Для кого-то это война, для кого-то спецоперация. Я знаю, что для нормального человека это неприемлемо. Поэтому для меня я считаю, что нормальный человек. Для него ненормально ни насилия, ни смерти. И поэтому это, по-моему, очевидно для всех. Так, Коль, я предлагаю Нобеля задушить. А что? Пускай рассказывает про комиссию от Захаряна. А про комиссию про Захаряна давай начинать. Слушай, расскажи нам, Нобель, пожалуйста, кто занимался переходом Арсена. Это был целый выпуск. Об этом говорили целые два часа выпуска в сентябре. Поэтому... Там без конкретики. Там все было в деталях. Называйте цифры. Вот ты сейчас спросил, счет был большой. Счет был большой. В ресторане. А будете сказать самый большой счет, который я платил? В ресторане. Один раз было две с половиной тысячи евро. Понимаешь? А я один раз заплатил пятьдесят, амиго. Тысяча евро? Да ладно. Долларов. Долларов? А где, расскажи, интересно. Точнее, если быть честным, пятьдесят тысяч триста. А где это было? Нигде не было. Я куда-то сходил и опоздал на самолет, на сборы. Меня просто оштрафовали. Я просто это включил в счет. А, ты пошел в ресторан? Я пошел в какой-то ресторан. Мы погуляли куда-то, поехали в какой-то клуб. Я уже не помню. Приехал домой, заснул и не проснулся. С утра. Это было перед зимней сборами? Это было перед зимней. Кто был тренер? Газаев. А, Газаев? Да. Я прилетел, он мне просто сказал, Вась, молодец. Вот смотри, у тебя полтора дня не было. Считай, два дня ты пропустил. В один день двадцать пять тысяч. Все. Полтинник вперед. И что ты подумал в момент? Такой был классный ужин. Нет, я подумал какой-то дуран. А во-вторых, я подумал о том, что, ну, наверное, дороговато все-таки за поход. В ресторан? Да, и в клуб. А правда, что ты сейчас агент? Или агентом хочешь пойти? Нет, я быть не хочу агентом. Ой, ты мне нравишься. Ты топовый ведущий. Просто, может быть, он может мне помочь, как агент? Да, я думал, что да. Но с его комиссией, Амиго, ты попадешь просто на такие бабки сразу. У тебя какие отступные, проща прописаны? Миллиард, как у Камовинги? В зависимости от того, в какой категории мы находимся. Если мы выйдем в секунду, у меня одни отступные дойдут до миллиона. Заметь, она категорически отказывается отвечать на твои вопросы. Да, да. Он просто сливается. Он сказал, я агент, я сказал нет. Он просто сливается вот так и все. То есть аккуратно, типа ничего нет. Он сказал, ты агент, я сказал нет. Хочешь, не хочу. Так мы будем отвечать на вопросы. Нет, не хочу, да. Ты агент, я говорю нет. Ну а почему тогда говорят про это? Ну мало ли что говорят. Нобель, мы тебе все сейчас кости переможем. Говорят, что ты был в сделке Захаряна. Это правда, помогал. Ну как, агент? Да не агент, почему агент? Ну а как посредник. Есть посредник. Есть агент, это человек, который ведет дела игрока. У кого есть компания, агентство. Я был посредника, советника. Помощника, вот помощника. Вот это да. Давай еще что-нибудь придумай, какую-нибудь должность. Там должно быть хотя бы 7 слов. 7 от 7 до 9 слов, чтобы больше было. Ну чтобы запудрить мозги люди. Тебе что-то перепало? Ну естественно. Ну и вопросы для зрителей сколько? Знаешь, есть такая NDA, которую я не могу раскрывать. Коля, ты занимаешься инвестициями какими-то? Ну и я, год назад я разобрался в инвестициях, но у меня нет таких больших средств, которые я могу там, как бы, я разобрался, как это работает. То, что Васе можно дать пару советов. Ну я знаю, как это работает. Просто надо инвестировать во весь международный рынок и самое надежное это. Потом, конечно, если ты хочешь какой-то больший процент получить и так далее, то ты можешь в отдельные компании и так далее. Но глобально надо инвестировать во весь мир. Не знаю, лучше спросить тогда у Василия. Ты во что инвестировал? Инвестируешь? Во все. Ну, например, самые крутые акции компании Qt. Apple есть? Нету. Я не знаю, может быть, в каких-то фондах там внутри, да, может быть и заложен Apple. Я не знаю, у меня сейчас куплены какие-то там структурные ноты на S&P, на ASTAL. Что такое структурные ноты? Слушайте, это же не экономическая передача. Ну это просто, ну как бы, инвестиции. И Коля правильно сказал, понимаешь, ты должен обладать капиталом перед этим. Ты какое-то время играешь, но все равно футболист захочет купить себе там квартиру, да, и сам заработать денег. Квартиру, машину. И только после этого ты можешь начинать в этом пытаться разбираться, если тебе интересно. Это каждому уже свое. Можно же не инвестировать, можно исключительно на футболе жить. Я не занимаюсь операционной деятельностью. Я только, по сути, принимаю какие-то решения. Операционной деятельностью я не занимаюсь. Хорошо. А что ты последний раз вкладывал деньги? Что-то связано в Дубае было? Да. Что это? Квартира. Все-таки. Квартиру купил? Квартиру покупал, да. Все. В Испании? Ничего. По-моему, нет. Нет, ничего. А кто твой главный советник? Леха, брат? Слушай, у нас Леха, брат, у меня есть компания, есть Егор. Ты его тоже знаешь. Егор, Егор. Которым делами, которыми мы занимаемся очень часто это бывают, там, я не знаю, у нас четверо в компании может заходить. У нас вообще может 9 человек заходить в компанию, 10. Ну, это же неважно. Леон Викторович как участвует? Леон Викторович. Леон Викторович тоже участвует. Участвует, да? Тоже инвестирует? Конечно. Ну, он же величайший предприниматель. Карьера, точнее профессия, не связанная с футболом. Психология. Психология? Да. Нравится, помогают людям. У тебя же был такой опыт? Чтобы я помогал? Ну, чтобы мне помогали. А тебе помогали психологи? Ну, у меня есть, можно сказать так, свой личный психолог, но ничего сверхъестественного. Он больше как доктор по мозгу или не знаю. По-испански я знаю, как это называется, но не знаю, как… Ну, а чем он тебе помогает? Он был в Леоне в команде, и мы познакомились там, и мне нравится общение с ним. Он рассказал очень много интересных вещей о том, как устроен мозг человек, как он работает под стрессом, как он работает под давлением, как он тренируется, как на него можно воздействовать. Ну, говорю, я с ним работал год, и сейчас продолжаю работать уже второй год. Который сейчас вот так, ну, в одной беседе за 10 минут это не расскажешь. Одна деталь – хорошо. Здесь в голове есть как, опять же, по-русски нормально сформулировать то, что… Есть как бы два отростка – один короткий, один длинный. Вот так длинный идет, и один короткий. Когда человек использует короткий – это то, что он хорошо делает, рефлекторно, то, что он уже умеет делать там. А длинным – это когда он думает и потом делает. Поэтому психолог, ну, не психолог, он как бы… Это доктор Neurosencia, по-испански называется. Говорит, что футболисты должны работать больше коротким, то, что они уже умеют делать. То есть они должны думать там… Но на рефлексе работать, да? Работать на рефлексе, то, что умеют делать. Да, да, да. Нахождение команды в таблице давит на игрока или на игроков. Надо меньше думать об этом. Надо просто сконцентрироваться и делать просто то, что ты умеешь делать. Как робот. Да, как робот. Так и есть. Допустим, в пример, там, не знаю, вратарь допускает какую-то серьезную ошибку. Все, он уже не может думать об этой ошибке. Все, он уже должен ее забыть и дальше также сконцентрироваться уже на следующий. Самый важный момент в футболе – это, знаешь, какой? Это следующий. То, что прошло, уже прошло. Парни, мы находимся в сумасшедшем месте на Ибице. Эсведра. Да, Коль, так правильно звучит? Правильно. Закат, там, скала. Прям, реально, красота. И здесь я понимаю, что не только место, куда приходят люди на закат посмотрят. Еще бывает диджейский пульт, какие-то вечеринки бывают. Ты в курсе, Вась? Я тебе рассказываю, да. А тут бывает такая тусовка, может быть. Нобель. Ждем, мы сидим и ждем по этому, видишь? С тобой первый раз здесь. Конечно. Да мы же готовились к съемкам, поэтому выбирали разные локации. Ты единственный знаешь об этом месте. Но место действительно потрясающее, красивое. Таких пейзажев я давно не видел, если честно. Очень красиво. Смотри, что солнце красиво садится. Смотри. Место реально потрясающее. Всем советую. Как раз не в клубы ходить здесь, а посмотреть, что такое Ибице. Ну, кстати, да. Ну, кстати, очень большой миф, я тоже это вижу по этим трем дням, что это не место разврата, как часто представляют. Да, и тусов. Пожалуйста, море, купайся, делай, что хочешь. Не, море, купайся. Здесь есть природа довольно прикольная, хайкинг. Да, поэтому это, мне кажется, заблуждение, что здесь только наркотики, такой безобразный образ жизни и так далее. По-моему, такого тут нет. Ну, если тут есть такое, конечно. Я знаю много семей, которые просто сюда ездят с детьми отдыхать. С детьми? Конечно. Абсолютно нормально. И никто даже в клубы не ходит. Здесь просто красиво, потрясающее море. Опять же, испанская еда и как бы везде кайф. Ну, дорого. Извиняюсь снова за цифры. Давай. Но если бы у вас были бы свободные 10 миллионов евро, то что бы ты с ними сделал? Свободные 10 миллионов. Ну, благотворительность какая-то. Слушай, можно помогать какому-то футболу, можно купить клуб. То есть вариантов много. Но на данный момент в той реальности, в которой мы существуем, благотворительность, помощь кому-то, может, футболистам молодым, еще кому-то. Что-то такое. Я слышал, что это твоя такая идея или цель, как говорит Николай. Да. Не мечта, но цель. Ну, как вариант. Да. Это интересная тема. Ну, не мне, не я лично. Но с кем-то в кооперации, с какими-то партнерами, я думаю, что это возможно. Где это хочешь купить клуб? Где-нибудь, Наби. Ну, условно, это Ибице может быть, ФК Ибице, либо это должен быть, я не знаю, ЦСКА через 20 лет? Через 20 может быть все что угодно, Наби. Через 20 все что угодно, но можно начинать с чего угодно также. То есть попробовать, по крайней мере. Это надо все будет грамотно обдумать и это делать. Поэтому будем двигаться в этом направлении. Ты не хочешь поучаствовать тоже? Ну, я всегда готов, с тобой готов. Коль, а для тебя, если были бы свободные 10 минут, да? Моя жизнь не изменилась бы, ничего. Купил бы дом. Просто скажи честно, просто скажи честно хоть раз, потратил бы все на себя? Нет. За три месяца. Моя жизнь бы не изменилась, я бы не пошел бы покупать себе какую-то одежду или там машину. Ничего бы не изменилось. Ну, представь, было бы значит, что у меня нету или 10 минут, я просто купил бы там недвижимое, да и все. А где купил бы? Да по всему миру. По всему миру? Ну, нет такой точки одной. Нет, потому что пока нет какого-то конкретного места, где бы хотелось жить всю жизнь. Мне больше нравится путешествовать и видеть что-то новое. Парни, от чего вы мечтаете? Вася. На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно и человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны. Какой-то мечты прям такой, кроме этой, наверное, нет. А ты, Коля? Я помню про футбольные мечты, я помню, ты говорил, что цель играть в Алиге. А вот мечтаешь о чем? Ну, чтобы все мои близкие были счастливы и все. Или, может быть, мечта забить на Сантьяго Бернабелла? Это цель? Это цель? Конечно, это не мечта. Мечта – это что-то невероятное. Или что-то такое, что ты не можешь добиться. Ну, как мне кажется. А цели более реальные. А на Сантьяго Бернабелла Коля забьет уже в ближайшие 7 месяцев. Какие 7 месяцев? Ну, 8. На Кубке? Не важно где. Подожди, может через полгода произойти все, что угодно. А, зимой он перейдет. Конечно. Трансферная клуба будет открыта. Хорошо, а что ты пожелаешь Коле? Чтобы вот его цели. Давай одно пожелание. Ты, Василий Березуцкий, легенда русского футбола. Человек, который сыграл более 100 матчей со сборной России. Помнишь интервью легендарное в полуфинале, после полуфинала Испания-Россия? Для России это уже большой успех, что мы пришли сюда, дошли, получили малые бронзовые медали. Но все равно надо прибавлять, стремиться, блять, занимать первое место. Занимать первое место надо, Нобель. Без блятья. Нобель. Ну, можно так, можно не так. Но это самое кайфовое, то, что есть в жизни. Эмоции, которые, когда ты что-то выигрываешь, чего-то добиваешься. Эти эмоции. Вот ты очень много говоришь о деньгах или еще что-то. А я вот, например, практически никогда про деньги не использую какие-то эти. Потому что, понимаешь, денег может быть много, ты их будешь много тратить. Денег может быть мало, не будешь их много тратить. А все остальное остается. Поэтому у Коли все получится. Хорошо. Я не сомневаюсь. По поводу той фразы в полуфинале. Блять, там вырвало случайно или как? Ну, амиго. Представляешь, полуфинал чемпионата Европы. То есть ты на адреналине, ты еще после игры, ты невероятно расстроен. Потому что не то, что мы были сильнее Испании в этой игре. То есть именно то, что мы туда дошли, то, что мы были одной ногой до этого финала. То есть это прям громаднейшее приключение. Плюс еще, понимаешь, все забывается. Вторые, третьи места, четвертые. А первые места остаются с тобой навсегда. Поэтому в тот момент это было просто расстройство. Расстройство, адреналин, эмоции и все остальное. Хотя это не мешало того, что в принципе, понимаешь, хотелось. Хотелось, но не всегда мы получаем то, что хотим. Удачи, Коль. Спасибо большое. Все. Набелита, пока, Набелита. Все, отлично. Куда едем дальше? Все. Вась, твой ставил? Попробуй это засунь куда-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok